Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. И сегодня у нас в гостях Борис Грачевский. Я даже не буду лишний раз представлять, называть всех ваших регалий. Вас все знают. Вся страна, весь мир. Я думаю, что это самое знаменитое имя и фамилия. Ну да, конечно, Гералаш смотрит не только в Россию. Это правда. Когда мы сказали, что вы приедете к нам, мы были на пресс-конференции по поводу кинофестиваля, когда вот еще только-только нам сообщали, кто будет из гостей. Но это настолько приятно, сразу улыбка на лице. У нас дети готовятся ко встрече с вами, взрослые готовятся. Вы же привезли не только свои любимые серии. Иногда снимаю большое кино. Сюда приехала моя картина, которая называется «Между нот» или «Тантрическая симфония». Это картина, ну совершенно, она еще 16+, к тому же. Это картина главный герой-композитор с мировым именем, который влюбился в молодую совсем девочку с интервалом практически почти в 30 лет. Вот. Ну и все остальное вы увидите. Картина-мелодрама с элементами комедии, с небольшими, но, тем не менее, они там везде присутствуют. Вот. С блистательным актерским ансамблем, потому что в главной роли Андрея Ильина на вопрос, Андрей Ильин, это какой? Я говорю, муж Каменской. И сразу любая дама так. Ой. Ну как, жена преступников ловит, да? А муж котлетки жарит. Здорово. Вот. Андрей Ильин. Там задействована Татьяна Кравченко, блистательной сваты, которой поклоняется вся страна. Она потрясающая, я ее обожаю. Она, наверное, уже раз пять или шесть снималась в Ероласе, но она всегда королева. Вот только что опять снялась в Ероласе, опять мы просто умирали от счастья от нее. Вот. Там снимается еще и Эммануил Виторган, которого невозможно узнать, потому что я его полностью заклеил бородой. Да. У него такая косичка седой старик с большой косичкой, такой сзади модный. Он играет отца композитора, скульптора. Вот. Евгений Ерчаков, Иван Кокорин. И забыл, конечно, Владимир Долинский, мой любимый друг и грандиозный артист Ерчайший. Вот такое вот там количество. Я еще кого-нибудь забыл. Там даже играет Мария Максакова. Вот так вот, представляете, даже играет до всех этих скандалов. Она у меня снялась и тут все лежала. Успели, да? Успел. А как вы подбирали? Вот строгий вы вообще на кастинге? Конечно, конечно. Я вот что видел, то и подбирал, понимаете? Что видел, то и подбирал. Было у меня, так сказать, не очень большой путь выбрать главного героя. И не хочется называть других фамилий. Ну, у нас планировался Алексей Гуськов, которому очень понравился сценарий, но он не смог по срокам там, и мне пришлось отказаться от Гуськова. Ну вот и появился, значит, Андрей Лин, который замечательно сыграл. И, конечно, главная была проблема в том, что я утвердил молоденькую девушку, выпускницу Махатовского, значит, актерского отделения. И вдруг мы уличили ее в том, что она, оказывается, утверждена на роль Лизы Бричкиной в Соризе-Стихе. И мы ее вызвали, сказали, ну вот, выбирай. Она очень хотела, значит, нам заморочить голову, но, конечно, все сроки были вот прям вот одинаковые. И она выбрала как раз этот самый, выбрала Лизу Бричкину в Соризе-Стихе. И вот я остался без актрисы, у меня, как к ужасу, не было варианта никакого. Обычно, например, два-три там, не было. Я мучил-мучил этих девчонок, я очень много их посмотрел, но никак ничего не мог. И вот одна актриса, которая должна была играть очень небольшую роль, совсем крохотную роличку, пришла на костюм и заходит ко мне, говорит, а у вас еще главной героини нет? Я говорю, нет. А меня попробуйте. Ну попробуйте. Я думаю, а что мне стоит? У меня нету, вот стоит камера, стоит диванчик, на котором они сидят. Я говорю, что, думаю, ну ее выйди и учи. А ее там причесали, подняли глазки, то есть все подровняли, все. И она как дала пробу, и мы все говорим, ура, нашли. Осталось четыре дня до съемки. Только она говорит, только завтра я снимаюсь, я не могу подвезти людей. Значит, три дня осталось. Вот за эти три дня мы должны были все костюмы и собрать всю одежду, все это, в общем, с гримерами решить, какие, где прически и так далее. Но мы выкрутились. Она оказалась удивительно яркой актрисой. И вчера, кто смотрел вчера открытие, она была Мэрилин Ванрова. Да, вот, представляете, мы тут голову ломали все. И так было легко работать с ними, со всеми, с кого я подобрал. Просто вот удивительно, я там с Иваном Кокориным, я говорю, вот, Ваня, вот, чуть вот, это, он говорит, все. И мгновенно он все сделал, мгновенно. И это, конечно, было потрясающе. Работать, вот, еще какая-то существует, наверное, какая-то между артистом и решенным связь. Связь мы, да, паслы сошлись. Я чувствую при всем том, что, так сказать, я вот очень старый, не то, что я вам сейчас покажу, как надо сделать. Я как-то случайно говорю, здесь-здесь повернешься, и на меня, Ильин, не на мне ничего показывать. Я говорю, да я, Андрей, я ничего тебе не показываю, я тебе просто говорю. Еще было, и, короче, вот так вот мы шли, были, ну, выработка большая, потому что очень важный момент, когда мы запустились с этой картины, я сказал, ребята, это кино любви. Давайте снимать как можно красивее. И мы все красиво снимали. Там есть эротические сцены, которые по свету, по цвету и вообще очень красиво сделаны, чтобы мы даже получили огромную взрыв овации после главной эротической сцены. Например, да, он в зал захлопал, что мне было очень приятно. И еще такая была интересная реакция определенного круга женщин, когда они плакали, потому что очень красиво. Вот это для меня было совершенно неожиданно. Представляешь, вот секс, они плачут. Аплодисменты и плачут. Плачут, но это потрясающе. Плачут, понимаешь, плачут, слезы льются. А немножко о кухне, вот где все-таки снимали? Это снималось под Москвой, мы выбрали такой дом, добротный дом. Там важную роль играет баня. Построили во дворе там баню. Хозяин очень сопротивлялся, пускай, мы тебе эту баню отдадим. Все, сказал, конечно. Не вопрос. Да, мы построили баню. И вот снимали там, и 18 дней снималось внутри. И, ну, там много сцен есть. Они и в опере мы снимали, и на улице, и в лесу, и на пляже. В общем, разные были сцены. Вот. Ну, и на крыше. Очень красивая сцена на крыше, где она обращается ему в любви. И девочки плачут, и девушки плачут. И я не могу не сказать еще в этом фильме, удивительно красивая музыка. Фантастически красивая музыка. А кто? Да, вот давайте расскажем про композитора. Композитор Александр Клевицкий, который вот только что отметил свое 65-летие. Композитор, который пишет для Яралаш вот эту веселую яралашную музыку. Он может писать серьезно. То есть это ваша же команда? Моя, моя команда. И это было очень приятно. И он сам тут признался, говорит, представляешь, лучше моя музыка в твоих фильмах, оказывается. Сейчас зритель еще ждет каких-то спецэффектов. Вот как вы с этим справлялись? В моем фильме спецэффектов нет. В фильме «Крыша», когда девочки в финале стоят на краю крыши, чтобы прыгнуть вниз, там были такие эффекты очень серьезные. Очень интересные спецэффекты, когда их не видишь. Когда пользуешься этим, понимаешь, вот мы там снимали, у меня нет денег, чтобы собрать огромный зал, который там есть, такая сцена. Но мы взяли, сколько было народу, 8 раз их сняли, перепутали, и все получилось, что вы нас не поймаете. Я сейчас просто говорю, это все не проблема, казалось бы. Но проблема достучаться до сердца, достучаться. И если, так сказать, началась мода быть в 3D, в 3D, я говорю, у меня каждый человек в 3D, вот он выпуклый. Если кино талантливое, я вообще не вижу, как оно склеено, сшито. Но если что-то такое, то я мгновенно вижу все. На Чебоксарском международном кинофестивале представлены фильмы, которые действительно не увидишь, ну, нигде, точно. Ну, сложно бывает, там, те же самые австралийские ленты. Как вы вообще относитесь к подборке, которые участвуют в кинофестивалях? Разного рода. Ну, по-разному. Вы знаете, сейчас началась такая вот страшная история, которая мне, ну, совершенно далека для меня. На фестивале должны быть только какие-то чудовищные фильмы, которые нормальный человек в жизни смотреть не будет. Я против такого. Я считаю, что расти в саду должны, должно все расти в саду абсолютно. Дело все в том, что все вот. Вот. И вот у нас такой фестиваль, вот так вот, только сумасшедший дом. Знаешь, убил, съел, и еще и куском мяса так вот. Вот ужас какой-то, какие-то страшные истории, там, загадочные и так далее. Я вообще сторонник того, чтобы человеческое кино было. Человеческое кино. Мне очень важно, чтобы человек... Я хочу всегда открыть характер человека. Вот ты смотришь для того, чтобы понять, кто я такой, со мной нужно провести день, два, иногда месяц. Три и так далее, и так далее. Понимаете, это очень важно, как один философ говорил. Что бы ты, как бы ты тщательно не отбирал женщину, но после замужества, после свадьбы, утро в постели будет совершенно другой человек. Вот о чем разговор. Понимаешь? Житейским опытом сегодня делится с нами, Борис Юрьевич. Ну, это не мое, но тем не менее, проживши изрядно, изрядно и вижу. Ну, не могу не спросить о той программе детской, которую вы приготовили для наших маленьких зрителей. Я привожу с собой свежайший Иролаш, который только-только-только, еще на экране, может быть, год теперь у нас немножко странная такая система стала. Ну, короче, год не увидит никто. Ну, мне интересно, потому что это заодно не просто показ, это еще и лаборатория. И это еще подопытные ролики зрителей, которые волей или неволейно участвуют в серьезном эксперименте. То есть вы на них тестируете? Оно нам надо или нафиг? Ну, конечно. А как же мы обязательно проверять? Потому что зритель меняется, очень важно, что сегодняшние дети, ну, абсолютно другие, все другое. Дело не только вот в гаджетах, которые в руках у каждого, и мы об этом очень много снимаем. Дело не в этом. Они вообще психологические, поэтому фраза вот раньше, Иролаш был смешной, а сейчас-то ну что вот. Да мы состарились. Вы спросите у детей, а не сегодняшний Иролаш? Ирут с удовольствием, а не сегодняшний? Потому что мы стараемся, вот этот вот дух сегодняшних детей, это касается и их сленга, это касается всего, что происходит. Поэтому мне важно, чтобы они были, мои герои, живые. Вот он отошел и все, понимаете, сегодня это очень важно. Поделитесь секретом, вот как вам удается с детьми современными находить общий язык? И откуда вы знаете, на каком языке они разговаривают? Мне часто задают такой вопрос, я не знаю, Бог мне помог. Он во мне держит 12-летнего пацана, который редактирует все, что нужно. И этот пацан, он хитрый, он не стареет, он переменяется, потому что у этого пацана какие-то огромные уши, как у Чубрашкина. Он все выслушивает, что говорят дети, выхватывает и так далее. Это очень важно. И я, так сказать, с этим редактором, все говорят, как вот тебе удается? Я говорю, не знаю, вот он щелкает и говорит, нет, эту фигню никто смотреть не будет. Ну вот смешно же, мы же, вы же, мы же, я говорю, нет. Ну вы же, когда же, тоже, да нет, и все. Знаете, я хотел сейчас сказать о том, что никогда что-то не вспоминал. Очень важно иногда запустить второй, он почти всегда есть второй, третий смысл в истории. И как говорил мой мудрый учитель Александр Григорьевич Хмелик, с которым мы начали, Яралаш, он говорит, вот пусть в зале на 500-700 мест это поймут 20 человек всего. Но эти 20 человек донесут это дальше, и это будет нести, вот как лав такой. И это очень и очень важно. И вот, ну, например, вот простейшая история. Мальчик гуляет, мама звонит ему, говорит, давай домой обедать. Он говорит, а можно я приду с Женей? Мама говорит, а Женя это кто? Мой новый друг. Ну можно, только пусть обязательно спросит разрешение у родителей. Он приходит, она говорит, а Женя-то где? Он говорит, вот, открывает ладонь, там сидит маленький-маленький лягушонок. Он говорит, вот, Женя. Поднимает битком набитый пакет. Откуда я знаю, кто у него родители, там лягушки на гробе? Вот с одной стороны, с одной стороны, такая смешная, из зала хохочет, и все замечательно. А с другой стороны, это боль псевдоаутиста ребенка. Он не аутист, он не может найти контакт с обществом никакого, в силу там разных причин. И вот он дружит с этим маленьким лягушонком, понимаешь? Это не аутист. Нет-нет, он здоровый ребенок. Но в силу, так сказать, своего характера и так далее, там же есть такой кадр, он проходит мимо всех, кто играет, и не может прийти и сказать, ну что, привет, меня зовут Коля, я буду с тобой. У него не получается. И вот гимн этим детям для меня очень важен. Я даже заставил переснимать финалы интенсивно, чтобы совпало, как мне надо было. Вот такой я, так сказать, упертый баран, потому что если мне что-то не нравится, я заставляю их переснять, доснять. Иногда вынимается артист, ребенок, который не справился, и переснимается вот эта роль одного. Но иногда удаляется режиссер, и все переснимается другим режиссером под другим оком. Бывает ли такое? Бывает. Поэтому... Вот вы такой и самокритичный, и к остальным тоже. Очень. Я зломный на себя просто. И знаете, если, помните, у Булгакова «Рукописи не горят», то я хочу вам сказать, что и «Яролаши не горят», они будут всегда, и мне всегда будет стыдно. Вот мы иногда бросались, особенно когда это 90-й год, вот, а как вы, как мы. И мы такие вперед бросились, современные. То сейчас парочка историков, смотри, там сидят мальчишки, говорят, скучно живем, давайте пойдем в металлисты. Да неохота цепи искать, вешать. Потом их люберы бьют, в люберы, а если нас поколотят эти, туда, 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 в общем, перебирают все какие-то направления есть. И вдруг один говорит, да, пойдемте в комсомол, запишемся. Там ничего делать не надо. И они выбегают из райкома комсомола со значками, говорят, о, и никаких проблем. Тогда это была бомба. Бомба была. Я показывал в каком-то съезде педагогов, там такое началось, такое началось, вплоть до того, что раздался звонок из московского городского комитета партии. Что вы там такое наснимали? Сказал какой-то голос, видимо, хоть секретарь какой-то. Я говорю, мы наснимали все в соответствии с последним решением съезда. И он говорит, да, ну ладно, такой был разговор. Я просто хочу сказать, что, и тем не менее, вот должно быть сегодня, вот про сегодня. И хочу, так сказать, еще сказать, что обертки-то все современные, но внутри-то они так же влюбляются, так же стесняются, так же завидуют, так же хвалятся, понимаешь? Так же обижаются, так же норовят что-нибудь обмануть, учителей и так далее, и так далее. Конечно же, формы и другие, и так далее. И мы стараемся, потому что сегодня, например, такая мода есть у детей, они специально аторизируют учителя, чтобы потом записать, когда-то выйдет из себя. Уже снято, уже есть. И селфи снят уже лет 7 назад, там, по-моему, миллионов 5 или 6 просмотров есть уже. Я говорю, селфи есть. У нас же 15 миллионов есть уже, 15 миллионов. У нас миллион в Ютубе просмотров, миллион 100 почти, вот чуть-чуть осталось. Ну, только аплодировать вам 100. Ну, вот я говорю, я, так сказать, горжусь этим миллионами. Это же не так просто. Сегодня, когда кругом Ютуб погружен сверху донизу, чем угодно, держаться очень трудно. Очень трудно. Я, причем, слежу за Ютубом, слежу за успехами. Я понял, чем дурнее в Ютубе какой-нибудь блогер будет делать, тем лучше. А вы сами в Ютубе что смотрите? Какие видео предпочитаете? Ну, я предпочитаю более серьезные. Я слушаю, в смысле, Дудя, смотрю Дудя, смотрю Собчак периодически. Она, конечно, очень любопытный человек при всем, так сказать, псевдоэпатаже, которую она из себя изображает, ругается матом. Это, кстати, никакой проблемы нет. Я про другое говорю, но кандидат в президент ругается матом. Ну, что же делать? Ну, любопытно. Ну, вот последнее интервью Волочкова меня возмутила, ее поведение прям возмутило. А вот Киркоров был очень яркий, интересный для меня. Дудь периодически все-то очень любопытное делает. Сейчас последний, так сказать, раз он меня не порадовал, но это как бы тоже ничего страшного. Исправится. Увидит наше интервью. Он же тоже не 100 долларов, чтобы всем нравятся. Нет, я продумываю. Вот. Ну, разные, я, так сказать, смотрю какие-то вещи. Я смотрю серьезный политический шарик, который анализирует украинские ситуации. И он самый вот нейтральный, самый. Ну, например, там иногда что-то еще ловишь там. Вот. Так что я, так сказать, стараюсь. Потом я в свое время начал изучать гиперпопулярных людей в интернете. Это там Данила Поперечный. Ну, например, там какой-нибудь рэпер Фейс. Ну, вот. Ну, и все эти. Нет, да я их всех знаю. Я посмотрел, изучил. Не могу сказать, что я там, так сказать, в восторге в каком-то. И я понял, что они вот эти тупее, чем я. Ну, типа, вот зритель сидит тут. Он как бы понимает, что он так слегка дебил. А тут совсем дебил. Они смотрят на это. Другого у меня, так сказать, мнения на эту тему нет. Очень странное. Много юмора, много не смешного. Иногда подается смешной. Вот как раз 95-й квартал много сделал смешного. Например, там, или мой друг периодически отчебучивает этот самый Гарри Харламов. Это, конечно. В общем, вы в тренде, знаете, всех и вся. И я так думаю, что... И лжея знаю. Да много я чего знаю. И гнойного. Да? Да много. Ну, конечно. Ну, как? Я должен знать. Я работаю с детьми, с молодежью. Я должен знать. Сказать, что кто-то меня там сильно покорил. Не уверен, что он меня прям покорил и так далее. Но, тем не менее, там, песни Баста я слушал. Специально вот этот самый. Подпеваете? Нет. Нет. Подпеваю я Филиппу. Киркорову. Да, Бедро Сычу. Для меня все-таки вот Киркоров – это большой искусств. Как Алла Борисовна была великой певицей. И много-много лет назад, очень много лет назад, вышел такой документальный фильм. Я возвращаю ваш портрет, называется. Андрей Миронов там вел собравшихся и оставшихся эстрадных артистов. Таких известных и так далее. Сейчас уже никто это не помнит. Там, где его и мама была как раз. Вот. Мария Миронова. Рассказывать. Вот. И он вел это. И там такая была сцена. Клавдия Ивановна Шульженко, такая великая была певица. А советская, российская, как хотите. Всю войну там пела и так далее. И она встает на колени перед Пугачевой с цветами. Я сижу и думаю, ну это ж перебор, ну вы что? Что же вы делаете? И сейчас я понимаю, что Алла Борисовна была там много. Не была, а стала еще и так далее. Это невозможно. Вот нет такого аналога, чтобы сказать вот. Потому что она круче Мадонны для нас. Кстати говоря, Алла Борисовна вместе с Максимом смотрели мою картину. Были на премьере. И она потом сказала, что за последних 10 лет на нее пожелало больше всего впечатлений моя картина. Вот так. Отлично. Я понимаю, что Алла Борисовна, может быть, не главный ценитель кино, но тем не менее для меня это очень важно было. Понимаешь, в замечательной картине в студии Горького, где я 50 лет сижу и работал, я живу до понедельника, есть замечательная, прекрасная фраза. Счастье, когда тебя понимают. Вот это высший пилотаж, когда ты долго идешь, долго делаешь. Что-то касается, чего бы ты ни делал, стихотворение ты писал, Ли, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Кстати говоря, вот в финале фильма звучит песня, ее поет Филипп Киркоров. Он ее в репертуар не взял пока, ну, пока мы его не уговорили. Он сейчас увлечен молодежной музыкой такой, совсем. Вот. А в телеверсии я ее сам пою. Потому что он не пришел, ему некогда было. Специально мы записывали. На мои стихи, на такие мои очень красивые стихи, которые посвящены. Тоже любви, как всегда. Чему еще надо? В общем, Борис Юрьевич, заинтриговали. И вы нам открываетесь каждый раз с такой сразной... Вы только не обижайтесь, у вас потрясающий город, такие теплые люди. Я замучился фотографироваться, потому что я день по 150 раз... А это на удачу. Фотография с Грачевским, это на удачу. Да, да, да. Я говорю, с тобой так классно фотографируются, столько лайков дают. Да. А жена моя из Москвы говорит, смотри, ты молодец, там правильно одел, что я тебе сказал, сюда это, к этому одеть. Отслеживаю, Грачев. Говорит, я. Ей же приходит, а пишет Грачевский, как это называется, этот... Хэштег. Хэштег, да. Хэштег, господи. Я все изучил, это хэштеги ваши. Я присутствую в Инстаграме, и я открыт для Инстаграма. Я присутствую в Фейсбуке, закрыт в Фейсбуке, все-таки для меня Фейсбук более важно. Но, тем не менее, в Инстаграме я всегда своих подписчиков. Там у меня 9,5 тысяч подписчиков в Инстаграме. Вы очень популярный человек, я знаю, что у вас сейчас насыщенная... Я себя всегда серьезно называю еле-живая легенда. Ох, но с легкой грустинкой. Вы такой веселый, оптимистичный, вот, ну, что-то вот такое вот душевное, что не открываете, не отдаете всем на показ. Это у вас и есть. Да, главный принцип, знаете, какой? Ходить по солнечной стороне жизни. Это важнее всего. Я всех предлагаю, переходите на солнечную сторону жизни. Это очень важно, потому что вся фигня, которая происходит, она происходит со всеми всегда. Что-то невозможно везде соломочки посыпать. Мы все время на что-нибудь натыкаемся. То на предательство, то на зависть ненавистную мне, понимаешь? Ненавижу зависть больше всего, что вот люди, зависть, злобно это все. Вот, и поэтому ходите по солнечной стороне, и всегда хорошее должно доминировать над плохими, я имею в виду, над плохими новостями. И тогда есть такой анекдот. У меня две новости. Начни с плохой, только обе плохие. Пусть все новости будут хорошими. Конечно, конечно. Я почему и говорю. Я только за то, чтобы все новости, чтобы солнышко светило всегда, в каждой душе. И светящееся солнце автоматически даст возможность вот так вот видеть вот это вот очарование, которое зовут Галина. И если вот такие вот глаза и такая улыбка ваша, то не только можно, нужно жить дальше обязательно. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам чаще. Встречаться. С вами одно удовольствие. Говорит, приезжай в гости. Ты адрес оставил. Зачем адрес? Так, приезжай. У нас везде вам радует. В каждом населенном пункте. А я напоминаю, это была программа по существу. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова